Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы для библейского портала «Экзегет». Нам поступил вопрос, как правильно похоронить православного человека. Есть ли какие-то обязательные правила, которые нужно соблюсти? Дело в том, что есть три момента в жизни человека, которые языческим обществом или такими натуралистическими религиями воспринимались как моменты особенной опасности в духовном плане. Это рождение, брак и смерть. Поэтому так много осталось вот этих атовизмов из древних языческих представлений о смерти. Завешивание зеркал, ставить стопку перед портретом усопшего и так далее и тому подобное. Приносить еду на кладбище. Иногда эти правила, так называемые правила в кавычках, конечно, они возникали и вследствие неправильного понимания новозаветной идиомы, вообще учения Господа Иисуса Христа. Например, те же самые трапезы, которые использовались и язычниками в качестве тризн заупокойных. Христиане считали, что накорми голодного в память усопшего, раздай его вещи и так далее и тому подобное. Христианство всячески несколько раз напоминало человеку о памяти усопшего, что сподвигало человека к более усиленной молитве о нем. Это в третий, в девятый и в сороковой день. В третий мы молились об усопшем, как о человеке, который веровал в Святую Троицу. Может быть, не имел дел, но веровал в Святую Троицу. На девятый день мы молимся о человеке, потому что молимся о том, чтобы Господь сопричислил его девятичинам ангельским. И на сороковой день мы молимся о человеке сугубо, дабы Христос, воскресший из мертвых, на сороковой день вознесенный на небеса, также вознес нашего усопшего к себе во второе и славное свое пришествие. Такое объяснение предлагает нам святитель Семен Солунский в своем произведении «Премудрость нашего спасения». Но как же похоронить усопшего? Есть разные культуры и традиции разных стран и разные условия в этих конкретных странах. Мы с вами, опираясь на канон Вселенских родительских суббот, например, на каноны, понимаем, что Христос воскресит из мертвых, из любого состояния, какого бы человек ни находился. Кого-то могло засыпать кирпичом, человека могли съесть рыбы, птицы, человек мог утонуть в море, человек мог быть сожжен какими-то огнем и так далее и тому подобное. И от его плоти не оставалось ровным счетом ничего. Но Господь по своему всесилию может воскресить человека из любого состояния. И воскресит. Мы в это верим, потому что надеемся и верим, и ждем воскресения мертвых. Однако же в обычных условиях, конечно, например, в нашей стране, в нашей церкви, чаще всего мы используем похороны в виде закапывания человека в землю. У нас есть, конечно, сегодня альтернативные способы погребения, такие как, например, кремация. Русская православная церковь, рассуждая на эту тему, в ряде документов указывала на то, что лучше бы сделать именно так, то есть похоронить обычным образом в землю. Но если в том или ином регионе или в той или иной стране нет возможности похорон обычных, для нас привычных, то тогда можно использовать те, которые предлагает то общество, как единственно возможное. Далее мы можем с вами обратить внимание на состояние похорон или традиции похорон, например, в Иерусалиме или на Святой Земле. Еще во времена Господа Иисуса Христа из-за отсутствия больших посевных территорий хоронили в скалах. Да, на скале невозможно высадить пшеницу, а вот на посевных территориях можно. И поэтому никакой в этом проблемы не было. Но здесь нужно вспомнить книгу Бытия, где Господь говорит Адаму, «Земля ты, и в землю отойдешь». И действительно, все мы отходим в той или иной мере в землю и просто ждем воскрешения наших тел. Важно ли это для нас вообще воскресение? И как мы должны ухаживать, например, за местом на кладбище наших родственников? Когда мы туда приходим, это не значит, что мы можем встретиться непосредственно с нашим родственником или что он находится теперь здесь. Нет. Здесь речь идет о том, что мы с вами ухаживаем за местом погребения наших родных как за местом их будущего воскресения. Конечно же, дух человеческий отходит от тела и не пребывает вместе с ним. Я верю и надеюсь, что, конечно, у нашей души с вами, у наших разума, чувств, у нашей личности будут совершенно иные дела в Царстве Божием или вообще после смерти, нежели находиться рядом со своим телом. Это было бы, наверное, адское мучение. Некоторые люди, к сожалению, в этом плане действуют весьма фанатично и считают, что кладбище – это теперь единственная их отрада и единственное место, где они могут найти для себя успокоение. Здесь стоит человеку помочь найти что-то интересное в этой жизни, помочь ему справиться с этим состоянием, потому что зачастую такое исключительно частое, может быть, даже ежедневное хождение на кладбище может принести тем или иным людям духовные проблемы. В то же время мы с вами помним слова Священного Писания «Помни день смертный и вовек не согрешишь». Действительно, приходя на кладбище, мы с вами вспоминаем о том, что и мы смертны, и что мы тоже ляжем в среде наших братьев, которые здесь находятся. Это очень важно для выстраивания правильных отношений с Богом и правильных отношений с нашими с вами страстями. Надеюсь, что я ответил на данный вопрос, и вам покажется этот ответ полноценным. Всех благодарю за ваши вопросы, и до новых встреч. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за просмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...